Тверь – город, расположенный на берегу одной из главных водных артерий Российской Федерации – Волги, Волга. Река протекает по территории всей Твери, поэтому город имеет несколько мостов, чем и примечателен для туристов. Он является крупным производственным и промышленным центром. Здесь много возможностей для научной деятельности, развития химической и деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Также в столице Верхневолжья достаточно много достопримечательностей, так как возраст города уже велик. Самые разнообразные экскурсии можно заказать в центре. Одна из самых интересных экскурсионных программ – речной круиз по Волге. Маршруты для этой экскурсионной программы выбирает турист. Благо есть из чего выбрать. Доступны длинные маршруты, есть и короткие. Разная тематика, разные цены. Не зря Тверь называют портом Пяти морей. Можно потратить час времени и прогуляться на водном трамвае, а можно потратить несколько дней, заказав в городе Тверь речные прогулки по Волге. Круизы выполняются ежедневно, в разных направлениях. Узнать расписание прогулочных теплоходов в Твери можно на речном вокзале. С 10 часов утра до 22 часов вечера есть прекрасная возможность покататься на речных теплоходах, начинающих свои программы от причала Горсада. Прямо на причале есть информационное бюро, где висят доски, на которых указана стоимость экскурсии на теплоходе в Твери. Для теплохода, Тверь, расписание отправления и прибытия можно увидеть на набережной. Судно совершает прогулки на недалекие расстояния. Некоторые корабли отходят по мере заполнения туристами. Теплоходы комфортабельные, при организованной экскурсионной группе можно заказать услуги гида. В вечернее время возможно шоу-программа с запуском фейерверка. В городе Тверь прогулки на теплоходе, расписание которых можно найти еще и в интернете, являются одной из главных достопримечательностей. Также по Волге можно прогуляться и более длительными маршрутами. Самые распространенные по времени занимают от 3 до 8 дней. В 2018 году это такие направления, Москва-Тверь-Москва на судне, Дзержинский. Маршрут занимает 3 дня. Тверь, Нижний Новгород. Теплоход, КК, Коротков. Путешествие займет 7 дней. Тверь, Танич, Москва. Экскурсионную услугу протяженностью 4 дня предоставляет судно, Ф. Дзержинский. Тверь, Мышкин, Москва. Экскурсия будет проходить в течение 4 дней на судне, А. Радищев. Казань, Ярославль, Тверь, Кинишма, Казань. Экскурсия длительностью 8 дней осуществляется на корабле, А. Суворов. Нижний Новгород, Тверь, через Ярославль. Экскурсионную услугу предоставляет корабль, А. Суворов. Длительность круиза 6 дней. Все теплоходы оборудованы по последнему слову техники. Все суда принадлежат Российской Федерации. Каюты комфортабельные, на разное количество человек. Ценовая политика номеров достаточно разнообразна. На каждом теплоходе предоставляются каюты от стандарт-класса до класса люкс. Во всех номерах есть кондиционер, душ, туалет, розетки. В комнатах класса люкс есть телевизор с плоским экраном. В некоторых каютах есть обзорное окно, а в других – иллюминаторы. На палубах круизных теплоходов находятся рестораны, кафе. Блюда на кухне готовят высококлассные повара с многолетним опытом работы. С ними можно договориться по поводу диетического меню. На территории каждого судна есть пункт оказания первой медицинской помощи. Причал Киевский вокзал Расписание теплоходов важно Официальный сайт компании «Водоход». Компания «Водоход» предоставляет свои услуги по проведению экскурсионных программ на теплоходах по реке Волга в Твери. На официальном сайте можно посмотреть стоимость услуги и номера телефонов офиса в компании. Также там можно увидеть фото судов, которые заключили контракт на обслуживание экскурсий с фирмой «Водоход». Многие туристы оставили свои комментарии по поводу пройденных экскурсий. Номеры телефонов, по которым можно вязаться с персоналом компании 8 495 730 58 85 8 800 555 05 05 8 495 223 96 08. Судоходная компания «Навигация» также предлагает услуги по проведению экскурсионных программ на теплоходах по реке Волга из Твери. Контактные телефоны, по которым можно связаться с компанией «Плюс 7 927 155 11 64». «Азимут Тур» предлагает катание на теплоходах как по ближним, так и по дальним маршрутам. Из Твери через «Азимут Тур» осуществляются туры в Астрахань. Официальный сайт компании «Азимут Дефис Тярка и Собака Яндекс.ру». Также можно узнать график отправления теплоходов с Тверского речного вокзала по телефонам 8 800 511 0 0 96 8 84 52 255 996. Речной порт Чебоксара расписание прогулочных теплоходов в любых судоходных компаниях, предоставляющих услуги теплоходных экскурсий, существует различная система скидок. Например, на теплоходах, относящихся к круизной компании, водоход, детям до седьмыми лет предоставляется бесплатное место. Также есть скидки для пенсионеров. Любую информацию по скидкам и акциям можно узнать на официальном сайте компании или позвонив по контактным номерам телефона. Стоимость третьих дневного теплоходного тура начинается от 11 000 рублей. Четыре дня путешествия на корабле обойдется туристу от 13 500 рублей. Прогулка на теплоходе по Волге в Твери, вдоль Тверской набережной будет стоить около 500 рублей. Обратите внимание, в городе Тверь поездка на теплоходе может обойтись и дороже, все зависит от выбранного теплохода, дня недели, времени суток и т.д. проходя по разным маршрутам. Теплоход останавливается в портах разных городов для просмотра туристами местных достопримечательностей. Например, в самой Твери туристов высадят возле памятника Салтыкова-Щедрина. С некоторых пор считается, что надо тереть его трость и загадывать желание, и оно обязательно исполнится. В стоимость билета включено проживание в каюте соответствующей категории, питание три раза в день разнообразным меню, экскурсионные программы согласно программе круиза, развлекательная программа и информационная справка, которая ежедневно проводится на борту теплохода. Речной вокзал Москва, расписание теплоходов, официальный сайт при первом посещении любого из перечисленных судов, экипаж встречает туристов с хлебом и солью. После регистрации и заселения в номера туристы получают пригласительные в ресторан. В начале коридоров развешано меню, которое актуально на день, также афиша мероприятий, которые будут проводиться в течение всей экскурсионной программы. Важно, по окончании рейса, который длится более четвертых дней, экипаж устраивает для туристов капитанский ужин. На этом заключительном приеме пищи присутствует капитан теплохода, он произносит речи каждый желающий может задать интересующий вопрос или просто поблагодарить за прекрасно проведенное время. В каютах окна открываются как полностью, так и на проветривание, кровати удобные, постельное белье, чистое. В каждой каюте не менее третьих розеток, три полотенца, пара мыльных принадлежностей, рулон туалетной бумаги. Любой турист может обратиться к руководству теплохода по различным вопросам. Руководство и обслуживающий персонал хорошо смотрят за состоянием сантехники в номерах, за чистотой и комфортом. Лучшим временем для речных круизов из Твери считается конец августа и весь сентябрь. Но все зависит от климатических условий. Если начало осени дождливое, многие экскурсионные места посмотреть не предоставляется возможным. Но несмотря на погоду опытный экипаж судов подарит туристам замечательные эмоции и хорошее настроение.